здравствуйте мои маленькие русофобы и любители фейков сегодня мы поговорим о геноциде в днр и лнр ведь это было одной из причин начала операции вот давайте я вам процитирую заявление владимира владимировича путина 24 февраля цель спецоперации защиты людей которые на протяжении возьми лет подвергаются издевательством геноциду со стороны украинского режима и для этого мы будем стремиться где милитаризации и денатификации украины а также приданию суду тех кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей в том числе и граждан российской федерации видимо имеется в виду те граждане лнр и днр которым раздали паспорта россии я думаю вы неоднократно уже видели информацию о том что в 2021 году на территории лнр и днр погибло всего 8 гражданских но интересно что 18 февраля 2022 года уполномоченный по правам человека в днр да даже есть такой выпустил последний отчет перед войной как раз когда началась эвакуация вот у меня сейчас перед глазами так вот с начала года ноль погибших мирных жителей на момент объявления эвакуации я думаю скриншот этого отчета должен быть но и ссылку на этот отчет я тоже предложу чтобы не быть голословным и уже 24 февраля это же уполномоченная пишет цитирую заявляет точнее заявляет цитирую спецоперация является единственным способом прекратить геноцид в отношении жителей донбасса уважаемая дарья мороз если по вашим же данным с начала года погибло ноль человек то какой геноцид вы предлагаете при прекратить какой геноцид вы предлагаете остановить то есть он видимо продолжается хотя погибло ноль человек следующие обзоры уже включают боевые действия и там каждую неделю сколько-то человек мирных да погибает правда судя по цифрам там явно не учитываются освобожденные территории потому что в мариуполе явно погибло несколько тысяч человек они десятки как в этих отчетах ну а в последних данных за 15 июля говорится о том что погибло 2438 военных и это только в днр не считая лнр и это только по официальным данным самих днр которые явно занижают цифры то есть тут можно говорить о том что суммарно несколько тысяч военных днр лнр погибло и видеть определенный намек на то сколько погибло российских военных в любом случае что мы имеем к 18 февраля в 2022 году в днр не погиб ни один мирный житель что называется геноцидом который необходимо срочно остановить и нет никакого другого выхода кроме как начать полномасштабную войну при этом 18 февраля днр как раз начинает официальную эвакуацию которая прекращается 24 февраля когда россия начинает специальную операцию начинаются гибель мирных жителей идут обстрелы днр но эвакуация все равно не начинается объясните мне может я тут что-то в цифрах не понимаю либо в логике хотя понятно у кого проблемы с логикой когда нету гибели мирных жителей начинается эвакуация когда есть гибель мирных жителей эвакуация не происходит ну я думаю всем нам понятно что эвакуация вот это 18 февраля происходило только для картинки по российскому телевидению нужно было оправдание готовящегося вторжения в украину поэтому эвакуацию даже действительно проводили были автобусы людей вывозили хотя напомню что на тот момент было ноль погибших мирных жителей когда 24 февраля война началась то необходимость в агитации пропала и эвакуацию отменили тем более ожидалось что киев быстро падет за три-четыре дня но и смысл эвакуировать чтобы их обратно всех привозить потом нафиг надо но война пошла совершенно не по плану днр и лнр обстреливают сейчас еще более интенсивно из хай марсов но эвакуацию не возобновляют по-моему очевидно что на самом деле властям непризнанных республик а можно считать россии на самом деле на жителей днр лнр наплевать с большой колокольни но и цифры говорящие что до февраля погибло ноль мирных жителей показывают что никакого геноцида в днр и лнр уже не происходило если он даже был это мы не будем разбирать предположим предположим 8 лет бомбили донбасс геноцидили днр-овцев и лнр-овцев но то что он прекратился к 22 году по-моему очевидно что я вам только что рассказал ладно днр лнр под контролем россии там все честно и правдиво показывают так может геноцид происходил на подконтрольной украине территории донбасса которые в руках страшных укра нацистов и там геноцидят всех потихонечку да кстати это видео подготовлено на основе материалов александра киреева как он самый себе говорит социального географа по натуре ссылки на материалы тоже в описании и в прикрепленном комментарии можете сами во всем убедиться сейчас у вас на экране появляется карта выборов в районные рады в украине в 2020 году вот так собственно выглядит геноцид русских на донбассе как вообще может ввязаться факт геноцида с тем что оппозиционная партия как называется оппозиционная платформа за жизнь главная пророссийская партия в украине в которой состоял наверное ну наверное можно в прошедшем времени кум медведчука кум путина виктор медведчук имела большинство а часто абсолютное большинство в районных радах донбасса единственное исключение блок мэра мариуполя бойченко ну правда бойченко тоже состоял в бело-голубом оппозиционном блоке ну или сейчас вот россияне наступают на славянск и кроматорск которые они хотят освободить от укра нацистов давайте посмотрим на оккупационную администрацию этих городов которые осуществляет геноцид русскоязычных мэром славянска в 2020 году был избран вадим лях представитель оппозиционного блока ранее представлявший партию регионов мэром кроматорска в 2020 году был избран александр гончаренко также ранее состоявший в партии регионов и на выборах его поддержала позиционная партия за жизнь все еще напоминаю это все самое пророссийское что есть в украине то есть это вот и есть те самые нацисты которые осуществляют геноцид русских в украине от них вы освобождаете кроматорской славянск то есть по этой логике в принципе от пророссийских сил надо освобождать украинские территории да дальше давайте обратим еще на одно заявление владимира путина 24 февраля мы видим что те силы которые в 2014 году совершили в украине госпереворот он сказал на украине на самом деле захватили власть и удерживают ее с помощью по сути декоративных выборных процедур окончательно отказались от мирного урегулирования конфликта если вы читали расшифровку разговора путина с макроном то путин считает что зеленский пришел к власти в результате госпереворота естественно он знает что зеленский был выбран в 2019 году они в 2014 просто он не делает различий между зеленским порошенко тимошенко турчиновым для него это все одно олицетворение одного зла то что зеленский на выборах победил действующего президента порошенко нашего товарища пу вообще никак не смущает и он называет это все декоративными выборными процедурами то есть путин говорит о декоративных выборных процедурах в ходе которых действующий президент проигрывает выборы а потом еще и получает уголовное дело как я понимаю сейчас на порошенко есть уголовное дело в украине так так может это центральной украинской власти осуществляют геноцид русскоязычных на донбассе то есть на геноцид решились а то что у них местная власть в донбассе является представителями пророссийских партий которые свободно выбираются на выборах их как бы не волнует да просто для примера вот эти освободители из россии они почему-то руководителей регионов назначают они выбирают то есть они захватили херсон и почему-то там не выбрали человека которым управляет а назначили а вот украинские фашисты и оккупанты почему-то позволяли пророссийским силам побеждать на территориях которые им подконтрольны теперь еще раз следите за логикой декоративные выборные процедуры в ходе которых местную власть на оккупированном нацистским киевском режимом донбассе получают пророссийские партии здравствуйте я логика меня здесь вообще не должно быть просто маразм заболел ну и если осуществлять геноцид русскоязычных то может начать с глав местных пророссийских партий тот же мэр славянска в один лях он русскоязычный 14 году с ним даже был скандал что он там на какой-то фотке жал руку одному из лидеров пророссийских сепаратистов славянске в пятнадцатом году баллотируясь в мэры славянска отметился билбордом любить славянск как нелли штепа нелли штепа напомню суди это она точнее нелю нелю по моему штепа судили за сотрудничество с пророссийскими боевиками казалось бы вадим лях должен быть одним из первых претендентов на геноцид от украин украфашистов но нет он спокойно избирается в мэры славянска я понимаю многие мне напишут зачем ты лёша вообще серьезно рассматриваешь всю эту ахинею но это ахинея одна из главных причин начала войны который уносит десятки тысяч уже жизней россиян и украинцев и по-моему очень ярко показывает степень свободы в украине и степень свободы на россии на этом все не забудьте поделиться этим видео пожалуйста чтобы побольше посмотрела подобные работы логики в россии поставьте лайк откомментируйте несомненно живи украина слава белоруссии и россия будет свободной ใ 네뀌 и вскоре я уверен в основном я уверен ведь это